здравствуйте на библейском портале экзогет мы продолжим сегодня беседу о третьей книге царств первых первой главе 1 2 главе 4 книги царств именно о служении пророка или 17 главе книги царств текст начинается так и сказал или я пророк фесвитянин и зрители галацких ахаву напомню ахав и жена его изавель яростные дал поклонники которые сменили предыдущих тоже нечестивых царей израиля их столица самария и они совершенно так сказать поглощены и дал поклонством валу и иным и демонам которым поклонялись соседние народы из числа которых и изавель жена ахава так вот или я говорит фесвитянин ахаву жив господь бог израилев перед которым я стою все годы не будет ни росли ни дождя разве только по моему слову и было к нему слово господне пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока хора хора что против иордана из этого потока ты будешь пить и вороном я повелел кормить тебя и пошел он и сделал по слову господню пошел и остался у потока хорафа что против иордана и вороны приносили ему хлеб и мясо поутру и хлеб и мясо по вечеру а из потока он пил по прошествии некоторого времени этот поток высох ибо не было дождя на землю и было к нему слово встань и поди в сарепту седонскую и оставайся там и победил я подел там женщине вдове я кормить тебя он действительно так поступает потому что совершенно послушал бога идея и действует по там по указанию бога и так жестокая засуха началась в царстве ахава наказание за нечестие царя а значит и всего народа тоже и надо сказать так если нечестив царь а народ его принимает таким каков ли есть и слушается забывая о боге предпочитая быть послушным царю а не богу то наказывается и царь и народ так вот засуха конечно это сильнейшее бедствие всех местах и как мы помним чтение из библии где говорится о потоках о водах которые истекают по повелению божьему это всегда образ такой благодати божьей которая посылается людям как действительно те кто кто-то иметь бывал местах засушливых представляю себе что значит пустыне или в какой-нибудь иссохшие степи текущая вода прыжащие питающие нас напаяющая землю просто возвращающая жизнь так вот это завтра как символ истощение жизни все так вот дальше известный эпизод о том как илья идет сарепту федонскую и встречается вдова ее ребенок он просит вернее не просит он пророк это ясно человек который оказывается около него а велит ей принести ему хлеба и воды она ему говорит у меня нет муки осталась одна горсть и немножко масла на дне сосуда вот и два полена дров вот пойдем испечем хлеб мы с сыном а потом уйду в пустыню и умру он сказать нет но сначала испеки мне лепешку она пошла исполнила волю пророка что принципиально важно вот она пошла через так сказать очевидно рискованную больше более чем рискованную гибельную для себя вещи она делает она последнюю горсть муки не ради ребенка своего употребит а ради этого человека ей незнакомого но пророка она исполнила это а потом она ей посылает через него господь посылает ей такое благословение мука в ее кувшине не иссякает ни масла сколько она не черпала масла и не правда не набирала муки голода нами не претерпевает она и близкие в этом очень ясном таком очевидном выразительном события выражается что значит послушаться бога не своих опасений и своих расчетов а бога послушаться тем самым спаслась солепская вдова они не однажды вспоминается и евангелие господь иисус когда укоряют иудеев за их жестокосердие за то что не так надеются на то на свое избранничество не считаю нужно быть в совершенно верными богу они не принимают христа как сына божьего тем самым оказываются противники богу он напоминает что не иудеянки о женщине из чужого народа из сарепты седонской был послан порог илия как и в эпизоде с которым потом будем говорить когда пророк елисей исцелил сирийца на эмана так вот интересно еще один момент в этом при умножении муки и масла у вдовы из сарепты седонский илья не из ничего творит этот ее хлеб и муку и масло а из тех остатков которые есть то есть творение из ничего в принципе это исключительно божественное единожды совершившиеся при сотворении мира события далее чудеса с приумножением блага они связаны с приумножение того что уже в каком-то количестве есть на этом не кончается общение или с с сарепской вдовой у нее умирает сын и она идет к илье с тем чтобы сказать ему сайт зачем ты исцелил на чтобы напомнить негрехи мои вот что как сказано об этом и сказала она или что мне и тебе человек божий ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего и сказал он ей дай мне сына твоего и взял его с рук ее и понес его в горницу где он жил и положил его на свою постель и возвал господа и сказал господи господи боже мой неужели ты и вдове у которой я прибываю сделаешь зло умертвив сына ее и простершись над отроком трижды он возвал господа и сказал господи боже мой да возвратится душа отрока сего в него и услышал господь голос или и и возвратилась душа отрока сего в него и он ожил и взял илья отрока и свел его из горницы в дом и отдал его матерь его и сказал или я смотри сын твой жив и сказала та женщина или теперь-то я узнала что ты человек божий и что слово господня в устах твоих истинно вот она исповедовала важнейшую истину она не просто поблагодарила илью она не подумала что или я своей силой воскресил ее сына она удостоверилась в силе и милости божьей этот отрывок читается в церкви перед пасхой и напоминает нам о том что главное событие всей священной истории воскресение христа иисуса предзнаменуется историей народа избранного задолго до спасителя христа продолжается эта засуха 18 глава книги царств третья книги царств повествует о том как три года этой засухи продолжается по прошествии многих дней было слово господня к ли в третий год пойди и покажись ахаву и я дам дождь на землю когда ахав увидел илью то сказал ахав ему ты ли это смущающие израиля то есть ахав по-прежнему ненавидел и илью за то что илья как он говорит смущал израиля то есть напоминал о бесчинствах царя и отвергал этого поклонства ты ли это смущающие израиля и сказал или я не я смущаю израиля а ты и дом отца твоего тем что вы презрели повеление господне и идете вслед валом теперь пошли и собери ко мне всего израиля на гору кормил и четыреста пятьдесят пророков валовых и четыреста пророков дубравных питающихся от стола и завели и постал ахав ко всем сынам израилевым и собрал всех пророков на гору кормил и подошел илья ко всему народу и сказал долго ли вам хромать на обе колена если господь есть бог то последуйте ему а если вал то ему последуйте если господь есть бог слово господь в их речи и иудеев как бы является эфемизмом заменяет собою не священное имя яхве которое не должно было произноситься и а то на и говорят они господь имею ввиду бога истинного так вот и этими словами господь есть бог или я напоминаю что нет другого бога нет богов нет каких-то властителей мира и жизни нет творцов есть единый творец единый бог тот кого мы называем господь они какие-то валы но если вал бог так поклоняйтесь ему и тогда или я действуем таким очень действуем впечатляющим утверждает власть и истинность единого бога и так жертвенник на которым должны было быть принесена жертва то есть сожжен рассеченный данном случае телец собраны пророки то есть жрецы и валовы они ставят жертвенник и из предложенных тельцов или я предлагает им выбрать кого они хотели бы принести в жертву рассечь возложить на жертвенник это же сделает илья но жертвой который выдвигает сам и предлагает одно условие жертвоприношения не употреблять огня чтобы господь то есть тот бог которому вы поклоняете которую поклоняюсь я свою очередь пожег эту жертву без применения огня принесенного нами но детской давайте и начинают эти самые пророки и жрец вала свои ритуальные действия и молятся и взяли они тельца который дан был им и приготовили и призвали имя вала от утра и призывали имя вала от утра до полудня говоря вале услышь нас но не было ни голоса ни ответа и скакали не у жертвенника который сделали в полдень или я стал смеяться над ними говорил включите громким голосом ибо он бог может быть он задумался или занят чем-либо или в дороге а может быть и спит так он проснется и стали не кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями так что кровь лилась по ним это довольно обычный способ ворожбы колдовства всяческого шаманство такое выступление приходит и себя обичивают эти самые пророки прошел полдень они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения но не было ни голоса ни ответа ни слуха и сказал илья пророку валовом теперь отойдите чтобы и я совершил мое жертвоприношение тогда сказал или я всему народу подойдите ко мне и подошел весь народ к нему он вас там восстановил разрушенный жертвенный господинь взял или я двенадцать камней по числу колен сынов из иакова которому господь сказал так израиль будет имя твое и так как бы или я этим действиями тем что он устанавливает жертвенник из двенадцати камней возвращает сознание народа собравшуюся вокруг к изначальному призванию народа как иаков воздвиг жертвенник на том месте где его посетил господь знамени того что 12 поколений то есть потомков иакова составят избранный народ каждый имеет достоинство и свою часть в этом избраничестве так и с двенадцати камней ставится жертвенник как бы этим вот действием пророк получает народ кто он какому началу относятся его история затем на жертвеннике должен быть что дрова телец жертвенный там или адрес и молитвы и должен быть должны дрова зажжены у валовых жрецов никакого огня не появилось от того что не бесновались целый день с утра до позднего вечера или я желая чтобы огонь вспыхнул на этом жертвеннике велит народу поливать водой эти самые дрова даже выкопать ров вокруг жертвенника чтобы он наполнился водой вот такая канавку какую-то вот чтобы уже вода так много воды все это сделали и илья призывает господа из и сказал господи боже авраамов исааков и израилев услышь меня господи услышь меня ныне в огне то познают всей день люди сии что ты один бог в израиле и что я раб твой и сделал все по слову твоему услышь меня господи услышь меня да познает народ сей что ты господи бог и ты обратишь сердце к тебе и не спал огонь господи и пожрал все сожжение и дрова и камни и прах и поглотил воду которая ворве увидев это весь народ пал на лице своей и сказал господь есть бог господь есть бог вот таким толчком таким убедительным действием илья напоминает народу о том чей он народ ну однако это не покорило сердце ахава и сердце и изобили вот как продолжается история да кстати мы говорим о этом жертвоприношение не упомянул я очень важного после того как эти три годы сасах 3 с половиной года сасахи прошли или я совершил это чудное жертвоприношение тучи собрались и пришел дождь и прелся обильный и арасил землю а далее говорится так 19 глава 4 3 книги царства и пересказал ахав и завели все что и сделал или я и то что он убил всех пророков мечом и послала и завели посланца колеи сказать если ты или я а я и завели то пусть то это сделает мне боги еще больше сделают если я завтра к этому времени и сделаю с твоей душой от того что сделано с душой у каждого из них то есть мстительная и завели вовсе не убеждена пришедшим чудом не убеждена в силе единого истинного бога вспомним в этой связи как ожесточались иудейские вожди на то когда господь иисус христос совершал чудеса когда воскресил лазаря умершего на 4 день после его смерти когда исцелял хромых или слепых они искали убить его то есть чудо совершающиеся на глазах неверного человека не воспламенит его душу если в этой душе не просто так сказать какой-то сон или непонимание а если в этой душе ожесточение против бога и тогда бог побеждает как побеждается враг не убеждает как может убедиться силой чудо ну многие убеждались силу и чудес которые сотворили пророки или господь иисус но многие же оставались непоколебимы в свое жестокосердие и такие побеждены были наказанием так вот и изавель из таких а илья избегая мести изавели скрывается и дальше то говорится так об илье сам он пошел пустыню на день пути и придя сел под мужелом кустом и просил смерти себе и сказал довольно уже господи возьми душу мою ибо я не лучше отцов моих и лег и заснул под мужелом кустом то есть и пророк изнемогает он человек значит для того чтобы господь победил господь должен победить в немощи в том состоянии когда человека на свои силы надеется не может и вот ангел коснулся его и сказал ему встань ешь и пей и взглянул илья и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды он поел и напился и опять заснул и возвратился ангел господин во второй раз коснулся его и сказал встань ешь и пей ибо дальняя дорога перед тобою и встал он поел и напился и подкрепившись той пищей шел 40 дней и 40 ночей до горы божией харива и вот совершится великое события подобное событию которое пережил моисей когда беседовал с богом начинаю на этой же горе и вошел он там пещеру и ночевал в ней и вот было к нему слова господня и сказал ему господь что ты здесь илья он сказал возревновал я о господи боги сабаофи и бы сына израилевы оставили завет твой разрушили твоих жертвенники и пророков твоих убили мечом остался я один но и мои души ищут чтобы отнять ее и сказал выйти и стань на горе перед лицом господним и вот господь пройдет и большой и сильный ветер раздирающий горы и сокрушающий скалы перед господом но не ветре господь после ветра землетрясения но не в землетрясение господь после землетрясения огонь но не в огне господь после огня и веяние тихого ветра и там господь Услышав сие, Илья заклал лице свою, милостью свою, и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я, Господи, Боги Самаофии, вы сыны Израиля, вы оставили завет твой, разрушили жертвенники твоих, пророков твоих убили мечом, остался я один, но и мои души ищут, чтобы отнять её. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придёшь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иеуя, сына Набиссиина, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Абел-Мехолы, помажь в пророке вместо себя. Как бы другой этап жизни Ильи начинается с этого момента. Пережитый Ильёй – это в сущности, ну, как бы на новорождение. Это место тоже читается, конечно, как пример. В веянии тихого ветра, Господь, в тишине совершается личная встреча человека с Богом. Личная встреча, как в данном случае Ильи и Бога. Но не для неверного народа. Господь готовит неверным мчение грозное. Вот как сказано дальше. «Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иеуй, а кто спасётся от меча Иеуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей, всех сих калили не преклонились перед Ваалом, и всех сих уста не лобызали его. И пошёл он оттуда, и нашёл Елисея, сына Сафатова, когда он урал, то есть пахал». «Двенадцать пар валов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою, и оставил Елисея Валов, и побежал за Ильёю, и сказал, поздно мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему, пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он, отойдя от него, взял пару валов, и заколол их, и зажегший плуг валов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели, и сам встал, и пошёл за Ильёю, и стал служить ему». Итак, Илья видит назначенного ему Богом Елисея, и жестом очень значительным приглашает Илью изменить жизнь и последовать за ним. Он кидает на него свою милость, то есть плащ. Плащ – это не просто в данном случае, конечно, одежда, необходимая пророку, и днём, чтобы укрыться, и ночью, чтобы на нём спать. Плащ этот из грубой шерсти, подобной тому, в котором потом укутывался предтечий креситель Господень Иоанн, изербрежьего волоса. Но одежда пророка несёт на себе благодать, скажем так, возможность действия, приобщение к силе пророка, того, на ком она будет. Он накинул на него милость, и потом спросил, «Что сделал я тебе?» И Елисей должен был понять, что с ним произошло нечто, и Елисей понял. И он тут же решил совершенно всё оставить, только отпросился попрощаться с отцом. И в знак того, что он проносит жертву, всё своё прежнее, оставляет это, он закалывает двух волов и на их плуге изжаривает их, раздаёт мясо, то есть это жертвоприношение. Так начинается служение пророка Елисии, ещё при жизни Ильи, которой осталось уже немного. Об остальном в следующей беседе. До следующих встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова